Дорогие мои, Богу-Богу, Кесарь и Кесарь. И у нас все есть незалежность державы и все. Вы так усадились, за что? Неужели вы боялись так крититься? Мои дорогие, они через 7-10 запросили его до вас. Дорогие мои, как я не могу, это не то. За что? За то, что вы боитесь в Митинге? Я встали, я вышел. Роблю и буду робить. Но при вашей каденции я не мог что-то робить, потому что меня посадили. Вот такая демократия у вас. Такий европейский выбор, Петро Алексеевич. Ви зруйнували моё життя. Ви посадили купу моих товарищей. Ви 60-ти тысяч добровольцев в этой тюрьме. Мені припаяли державну зраду, сепаратизм, зберігання зброї. Не треба, а я и не зраджував. Это вы зрадили державу, а вы ее разыкрали. Вы разыкрали армию. Так, петличник. Вы разыкрали суды и доверите свои нужды. Так это ж вы посадили на меня, не? Вы тиснули на суды. Жодного доказа нема. Вы и вы не. Это вы тиснули на прокуратуру, на всех. Это вы державные зрадники. А я, как них, так захищаю всю Украину. Проклятте вам и вашей семье. Ярослав, ты малолеток, но ты с оружием. Дорогой Тимотин, а у меня оружие было зарегистровано. Ярослав, а у чего малолеток ножи были? Какие ножи, перочинные? Вы за перочинный нож за раскладник и арештовываете? Он и я были там. И что вы там были? Где? Там, там. Там где? Где вы были? В дупе вы были. Ярослав. Что? А вы иди клизните ему. Знову, блин. Потому что у него есть деньги и влада. Иди клизните. Потому что у вас нет правды. А это вы у вас. Затем у меня есть правда. У тебя есть. У тебя есть. Маленький ты, блин. Сиди тихенько. Иди клизни Петро Голочневичу.